В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день ноября с погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя в горах с мокрым снегом. В отдельных районах сильные. С порывами ветра до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. А в горах сход сели малого объема. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4-9, в горах минус 1, плюс 4, а днем 8-13 выше нуля и местами до плюс 6. В Черкесске временами дождь, ночью небольшой, днем умеренный. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 5-7, а днем 10-12 градусов тепла. В университете Синергия состоялось заседание научно-консультационного совета при прокуратуре Карачаево-Черкесии под председательством заместителя прокурора республики. Тема мероприятия – привлечение к административной уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Транспортные средства очень плотно вошли в жизнь человека. Сейчас, когда машина не роскошь, а необходимость, нужно четко осознавать ответственность, которую берет на себя человек, когда садится за руль. С приветственным словом к студентам обратился заместитель прокурора Карачаева-Черкесии Аслан Дакшоков. Он отметил, что актуальность темы вызвана увеличением количества административных и уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения. Арсен Джашеев, начальник уголовно-судебного отдела Карачаева-Черкесии, в своем выступлении рассказал о привлечении к уголовной ответственности за нарушение этих правил. Мне, как директору, не безразлична судьба молодежи. Молодежь сегодня очень интересуется транспортом, хотят ездить. Но, к сожалению, не все знают правила дорожного движения и садятся за руль, за вождение машины. И иногда получается, что эти дети создают аварийную ситуацию. Свои доклады по заданной тематике представили студенты Северокавказской государственной академии и университета Синергия. В обсуждении работ приняли участие преподаватели вузов, студенты и представители научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии. Выступающим были заданы вопросы по теме их докладов. Студент второго курса университета Синергия Артур Махов во время выступления рассказал об особенности привлечения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Эта тема в целом актуальна, потому что, к сожалению, у нас в республике это распространено. Мне, как будущему водителю, хотелось бы, чтобы дороги были безопасными, чтобы всяких бесправ не водилось там. И чтобы я чувствовал себя хорошо и не переживал за своих близких, когда они будут переходить дорогу. Члены научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии обсуждают актуальные вопросы применения закона не только в уголовном судопроизводстве, но и по другим вопросам. Они оценили проявленную инициативу студентов о внесении поправок в законодательство, регулирующее привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Растет число количества дорожно-транспортных происшествий. Оно растет в связи с нарушением правил дорожного движения. Многие студенты сейчас имеют автотранспортные средства. Кроме того, встают вопросы, относятся ли к автотранспортным средствам велосипеды, скутеры и так далее. Мы услышали доклады, которые нас поразили студентов глубиной мысли. Я записала для себя прям отдельные моменты, те, которые мы внесем, может, даже в Генеральную прокуратуру в качестве инициативы изменения закона. Работники прокуратуры активно отвечали на вопросы студентов и педагогов. Много нового и интересного узнали участники заседания. Закончилось информативное мероприятие совместным фото на память. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы абазинской редакции в 14.30. Вести Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.